Физкульт привет! В эфире спортивная среда. Лето обычно не сезон для крупных соревнований. Это время отдыха, умеренных тренировок и спортивных сборов. Но некоторым ивановским спортсменам не сидится в отпусках. На прошедшей неделе пауэрлифтеры уверенно выступили на национальном чемпионате в городе Суздаль. Из команды в 20 человек особенно отличились двое. Сергей Сурков занял первое место, набрав в троеборе общую сумму 747,5 килограммов без экипировки, подтвердил норматив мастера спорта международного класса и улучшил на 10 килограммов свой лучший итог. Неожиданно, все-таки все равно конец года, силы на исходе. Но в принципе у меня была внутренняя поддержка, мысленная поддержка и общая поддержка. Как бы за счет вот этого действительно она помогает, заряжает и улучшает. Чемпион России и мира Александр Фотин также привез домой золото. Кроме того, сумел побить рекорд стороны в жиме лежа в софт-экипировке, прибавив к предыдущему показателю еще целых 5 килограммов. Александр пожал 352 кило. Собственно говоря, сжать-то не трудно. Спасибо ребятам, которые помогли, выводящим, те, кто проспонсировал на софт-экипировку, скажем так. Плюс команда поддерживала, что немаловажно. И самое главное, организаторам, потому что позволили выступить на этом турнире. Оба силача завоевали, кроме золотых наград, путевки на один из самых престижных международных турниров. Олимпия Pro Powerlifting International, который пройдет осенью в США. Самый летний спорт. В минувшие выходные в Иванове прошел открытый региональный турнир по бадминтону. Но, вопреки всеобщему заблуждению, это не тот бадминтон, в который играют отдыхающие на пляже, а самый настоящий олимпийский вид спорта. Здесь очень большая скорость, энергозатратность и так далее. Мы не уступаем никакому спорту ни в чем. Наоборот, бадминтон здесь включает в себе очень много всего из разных спортов. Поэтому мы его очень усердно, очень сильно пытаемся развивать. И в последнее время люди уже начали понимать это все. У нас любительские группы больше и больше увеличиваются. Участие в соревнованиях приняли более 50 спортсменов. Ивановца завоевали 10 медалей. Не так давно наши бадминтонисты отличились и на уровне страны. В 31-м всероссийском турнире по бадминтону среди ветеранов в одиночной категории своей возрастной группы Ивтихар Сарвар занял первое место. А в дуэте с Петром Филичевым серебро. Кому вы проиграли, это было двое мастера спорта, которые сразу нас выиграли. Это Московская область и Москва. Остальные вроде нормально. Мы на уровне России, в принципе, мы все время играем и мы знаем друг друга. Уровень у нас, скажем так, в Иваново растет. И другие регионы уже об этом знают, нас хвалят. Мы очень рады к этому. Рыгбийный сезон в самом разгаре. В субботу в Иванове состоялся очередной матч в рамках любительской лиги чемпионата России. Ивановские белые акулы принимали на своем поле владимирских львов. Матч не влияет на шансы победить. Первое место прочно заняла нижегородская команда. Зато результат этой встречи принципиален для соперников. На кону вторая строчка турнирной таблицы. Потому ивановцы старались оппонентов удивить, отступив от привычной тактики игры. Попытались мы на тренировках внести кое-что новое нам в игру. Надеюсь, соперника мы удивим. Основные плюсы наши – это игра защитников, игра веера. Будем пытаться работать через веер, заносить, обыгрывать, заносить попытки. Но владимирцы оказались крепкими орешками. Игра завершилась со счетом 10-13 в их пользу. С преимуществом всего в один штрафной. Однако для белых акул – это еще не фиаско. Чемпионат России не окончен. Шанс побороться за призовые места есть. Это все, о чем мы успели вам рассказать на этот раз. Не отставайте от спортивной новостной повестки. Пока-пока.